Андрей Колесников, Знание сжато. Продолжу рассказ о книге «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом». Итак, 97-й год, Немцову 37, он первый вице-премьер в правительстве, отвечает за естественные монополии, ЖКХ, весь социальный блок, антимонопольное регулирование. В дополнение к должности первого вице-премьера, он вскоре получил в новом правительстве портфель министра топлива и энергетики. В будущем Немцов придет к выводу, что тот переезд в Москву стал главной ошибкой в его жизни. Красивая должность оказалась тупиковой веткой. Год спустя, в 98-м году, Немцов сравнил себя с Ельциным в конце 80-х. Ельцин именно восстал против аппарата, он вообще по природе бунтарь. Они его пытались съесть, они его не съели. Так что камикадзе не всегда умирают мгновенно. Немцов такой же бунтарь, такой же камикадзе и точно так же не собирался умирать. Ельцин боролся с бюрократией и привилегием Немцов принимает у него эстафетную палочку. Приехав в Москву, Немцов предложил несколько мер, нацеленных на борьбу с коррупцией в аппарате. Например, введение конкурсов на госзакупки и декларирование расходов чиновников. Несколько слов про Лужкова. В конце 96-го года, с учетом слабого здоровья Ельцина, у Лужкова уже были большие амбиции. В мэрах ему было тесно. Его вклад в победу Ельцина на выборах был очень велик. Внезапные проявления Немцова и правительство молодо-реформаторов нарушали планы Лужкова. Стало ясно, Ельцину он сейчас не нужен. Из потенциального конкурента Немцов превратился в актуального, а примкнув Чубайса, стал для мэра Москвы непримиривым противником. Лужков пошел в атаку на молодо-реформаторов. Обвинил их в срыве выгодного объединения с Белоруссией. Набросился на рыночные реформы. Призывал отменить итоги приватизации. А Немцов был в полном восторге от своей новой жизни. Раньше Немцов делал нижний модным городом и зазывал туда звезд мировой политики. А теперь он сам оказался там, где творилась не только российская, мировая история. Первая волна интереса к России давно сошла, зато как раз накатила вторая. Коммунист побежден, Россия признала ее в мире, идет последнее приготовление к вступлению в Большую Семерку. Россия вошла в нее в 97-м году. Все двери открыты. Тем временем в стране продолжалась полноценная бюджетная катастрофа. Государство не платило пенсии и зарплаты. Как пополнить бюджет и рассчитаться с долгами по зарплатам? Решить его можно было целым двумя путями. Заставить крупные компании заплатить налоги, либо провести новую приватизацию. В эпоху взаимных неплатежей у неплательщиков налогов главный аргумент был один. Им тоже все кругом должны. Немцов добился принятия указа о реструктуризации естественных монополий. Как он потом говорил, один из самых серьезных реформаторских документов 90-х. Немцов с этим указом носился и все грозил. Разделю железную дорогу, разделю провода и станции. Вспоминал Чубайс. Анатолий Борисович ему говорил. Борис, когда будешь МПС дробить, то не перепутай. Там надо не левый рельс от правого отделить, а железнодорожное полотно от подвижного состава. Немцов стал разбираться в сложной структуре управления Газпромом. И тут выяснилось две вещи. Во-первых, что 35% акций государства были переданы управлению самому Газпромом. Получалось, что интересы государства в компании представляет ее менеджмент. Во-вторых, что концерн имеет опцион на выкуп через два года 30% своих акций государства по номинальной цене. То есть очень дешево. В этом случае Газпром мог перейти под контроль своих менеджеров уже формально. Примерно так же, как это случилось с Ургут нефтегазом. Немцов поднял шум, пошел к Ельцину, государство может потерять Газпром. Именно эта история стоила Немцову поставь первого вице-примера. Немцов разошелся не только с Черномыргим. Березовский нацелился на Газпром. Сорос был готов вложить в Газпром сначала один миллиард, потом еще два. Немцов отговорил Сороса, что не надо помогать Березовскому захватывать Газпром. Это же и есть тот самый грабительский капитализм, с которым они, реформаторы, борются. В итоге сконфуженный Сорос от идеи с Газпромом отказался, зато одолжил миллиард долларов правительству, чтобы оно смогло выплатить в срок пенсии. Березовский был вне себя. Говорил, неужели он поверил этому клоуну Немцову? Неужели он не понимает, кричал олигарх, что Немцов играет роль Чубайса с человеческим лицом для глупых иностранцев? Я сам его на эту роль выбрал, говорил Березовский. И ни один Березовский смотрел на Немцову сверху вниз. Дурачок, кандидат, наивный провинциал, больших денег не видел, в больших игр не участвовал, зато вообразил себя преемником. Придумал себе игрушки вроде пересаживания чиновников на Волге и декларирования дохода. Примерно такое сложилось мнение о Немцове в этом самом совете директоров России среди обслуживающей свиты. И вдруг этот возомнивший о себе простофирь остает у Березовского на пути и рушит его планы. Немцов не стал прести интриги и шел на пролом. Он же фаворит Ельцина. Кто ему что сделает? Я тебя уничтожу. Таков был смысл того, что сказал Немцову Березовский. В результате Немцов просидел в новой должности всего три месяца, а уже был окружен влиятельными противниками. И главная битва за связь инвест была еще впереди. Финансовый план НТВ плюс основывался на уверенности, что экономика будет расти и в стране появится мощный средний класс. С деньгами помог Газпром. Гусинский получил в долг 40 миллионов долларов. В конце 96-го появилась идея сформировать большой телекоммуникационный холдинг на основе связи инвест. Огнивший десятки региональных телеком-операторов и Ростелеком, который контролировал международную и международную связь. В итоге получилась огромная монопольная структура, что-то вроде нефтяной трубы, но в сфере телекоммуникации. Этот новый обогащенный связь инвест остро нуждался в инвестициях. Телекоммуникации находились в плачевном состоянии и решено было выставить на торги блокирующий пакет. 25 плюс 1% акций. Для Гусинского это был бы профильный актив. Было решено, что связи инвест будет выставлен на аукцион. И конечно всем присутствующим было ясно, главный претендент на него Гусинский. Под залоговыми аукционами была подведена черта. Если год назад нефтяные вышки и металлургические заводы уходили за дешево, то за связь инвест Гусинский был готов заплатить реальные деньги. Стартовая цена связи инвеста составляла 1,18 миллиарда долларов. Больше, чем государство получило за все проданные в ходе залоговых аукционов активы вместе взятые. Для этого ему нужен был стратегический инвестор. Им стала испанская телекоммуникационная компания Телефоник. В стане Березовского и Гусинского крепло убеждение, что Чубайс заключил союз с Потаниной. Появилась версия, что Чубайс решил двигать Потанина к президенту, либо наоборот, решил при помощи Потанина сам стать президентом. Весной 1997 года Довосский пакт, обеспечивающий мир между олигархами и победу Ельцина на выборах, такой олигархический колхоз, как его сейчас тогда называли, трещал по швам. Березовский и Гусинский внушали особые опасения. У них в руках два центральных телеканала, оружие массового поражения, эффективность которого доказали президентские выборы. И отдать им телекоммуникационную инфраструктуру, значит и вовсе отдать им контроль над медиапространством. Если им связи инвесторы отдадим, они будут печь президентов каждые 4 года, как пирожки. И когда Потанин тоже нашел инвестора, все того же Сороса, и выразил желание поучаствовать в аукционе, Чубайс решил разгромить коалицию Березовского и Гусинского и найти новую точку опоры. Речь шла о том, кто отныне будет диктовать правила игры. Чубайс, его команда или союз Березовского и Гусинского. Через несколько месяцев, когда в боях за связь инвесторов уже будет пролито много крови, Ниццов расскажет о выборе между тремя типами капитализма, перед которыми стоит Россия. Два из них столкнулись в битве за связь инвесторов. Какой капитализм нужен России? Вот какой был выбор. Первый капитализм номенклатурно-бюрократический. Автор этого капитализма Лужков. Лозунг этого капитализма «Вся власть, собственность и деньги принадлежат чиновничеству». Второй, олигархический. Его автор Березовская. «Вся власть, собственность и деньги принадлежат узкой группе корпораций, компаний, людей, но не бюрократии». А оптимален для России, на взгляд Ниццова, народный капитализм. Административная власть, избранники народа, собственность и деньги как можно большему количеству граждан. Сорос, отказавшийся от инвестиций в Газпром, решил вложить миллиард долларов в связь инвесторов. План Потанина был чисто спекулятивным. Он выступал как портфельный инвестор, чтобы затем перепродать актив стратегическому инвестору. Гусинский, наоборот, собирался развивать связь инвесторов. Он шел на аукцион вместе с Телефоникой, которая должна была управлять компанией в случае победы. Когда конверты торжественно были вскрыты, оказалось, что Телефоникой Гусинским предложили 1,71 миллиарда долларов, а Сорос и Потанина на 165 миллионов больше. В истории российской приватизации это был абсолютный рекорд. Гусинский был вне себя. Березовский пошел в атаку. С его подачи на следующий день после аукциона телеведущий Первого канала Сергей Доренко, скоро он получил призвание как главный телекирель страны, обвинил Альфреда Коха в том, что тот, как глава госомущества, продал пакет связи инвесторов людям с сомнительной репутацией. Йордану, Соросу, Потанину. Одновременно оба телеканала ОРТ Березовского и НТВ Гусинского вместе с принадлежавшими олигархам газетами обрушились на правительство. Облеченные в сговоре Кох и Потанин стаивали неглавными героями на телевидении. Их поносили и в хвост, и в грю. Страна погрузилась в политический кризис. Первым через неделю с лишним, а после аукциона, свою порцию компромата получил Немцов. Была опубликована запись прослушки телефонного разговора Немцова с Сергеем Лисовским. Издавшим в Германии книгу Немцова про Венца. Немцов только что пробил у Ельцина указ об обязательном декларировании доходов чиновник. Но попал в глупую ситуацию. Он не может опубликовать собственную декларацию, потому что так и не получил причитающийся гонорар. Он ее сейчас заполнит, декларация, потом ее обвинят в том, что он скрыл свой доход. Немцов кричал на Лисовского, будет международный скандал, вопрос стал чисто политический. Вы меня подставляете на ровном месте. Гонорар Немцова, его помощник составлял 100 тысяч долларов. На эту сумму Немцов уступил права на издание книги за границей. Немцов воодушевился, когда узнал, что какая-то швейцарская компания предлагает перевести его книгу на разные языки. Издать его во всем мире и заплатить 100 тысяч долларов гонорару. Но выяснилось, что это швейцарская компания Transrail, фактически монополизировавшая расчеты за международные перевозки российских железных дорог. Схема была очень простая. С иностранной компанией Transrail получала за транзит валюту, а с железнодорожными дороги расплачивалась по внутренним ценам. Немцов раскопал, куда уходит транзитная выручка железных дорог. Теперь Transrail предлагал Немцову 100 тысяч долларов в виде гонорара за книгу. Конечно, это было неприемлемое предложение. Пусть они издают книгу, брать у них я ничего не буду, сказал Немцов, но деньги мне ночи нужны. Желая помочь Немцову, Лисовский собрал Немцову такой же гонорар. Для многих чиновников публикация книги превращалась в удобную возможность конвертировать серые деньги в белый заработок. Такой, который можно было потом указать в декларациях о доходах и спокойно тратить. Например, Сергей Алексашенко рассказывал, что ему предлагали похожую процедуру. Оформить выплату как гонорар за книгу, когда он работал в Минфине, еще в 95-м. Поскольку компроматора на Немцова не было, телеканал НТВ изображал его балбесом, а вмещение стало его неформальной, слишком свободной стиль поведения. На глазах у телезрителей и читателей легкость превращалась в легковесность, безбашенность, бесшабашенность, в дурость, неформальность, пустозвонство. НТВ мысли высмеял его за указ о Волгах. Снова пошли в ход кадры, на которых Немцов, нарушив дипломатический протокол, встречал на летнем поле президента Азербайджана Гейдара Алиева в белых штанах. Дело было в июле, стояла страшная жара. Черномыргин вдруг позвонил и поручил срочно встретить Алиева, а у Немцова не было с собой костюма, и он поехал в аэропорт, в чем был. Почему вообще на работу в таком виде является, рычал на него потом Ельцин. У Даренко какие-то девушки изображали в его эфире стриптижер, который якобы вызывал к себе Немцов и Потанин, не для просмотра эстетического, а для своего удовольствия. Стриптижеры обнажались перед Немцовым и Потанином на специально построенном подиуме над бассейном. Но усилия младореформаторов как будто начали приносить плоды. К октябрю им было чем похвастаться. Впервые за всю Ельцинские годы российская экономика продемонстрировала позитивную динамику. Пока еще слабую, в 97 году ВВП вырос на 1,5%, но вселявшую надежду, что дно пройдет. К концу 97-го, перед новогодним приемом в Кремле, Чубайс доложил Борису Николаевичу, что долги по зарплате закрыты. Инфляция была практически 0 лет. Россия вступила в лондонские и парижские клубы, вошла в большую семерку, превратив ее в восьмерку. Росли и фондовый рынок, и даже важнейшие социальные показатели, такие как, например, продолжительность жизни или раскрываемость преступлений. В конце октября Чубайс уже полагал реальность, где достичь 7-8% роста в перспективе 2-4 лет. Даже в январе 98 года Немецов все еще будет уверять, что экономический рост неизбежен, как восход солнца. И будет ждать 4-5% увеличения ВВП. Появилось новое кино, новая музыка, клубы, тренды. Москва еще олиповатая и полусоветская, тем не менее, становилась модным горным. Перемена новый ритм чувствовалась во всем. Немцов был по-прежнему на коне. Ельцин подарил Немцову их общую фотографию с подписью «Совершенно секретно передаю эстафету Ельцин». Когда Немцов показал ее Чубайсу, тот посоветовал ему спрятать фотографии подальше и никому не показывать. По выражению Ирины Хакамады, перешедшей из депутата в команду младореформатов правительства, Немцов единственный умел отзеркаливать Ельцин, то есть говорить с ним на его языке. Хакамад рассказывал такую историю. В феврале 98-го Хакамада пыталась рассказать Ельцину про законопроект правопредпринимательства. У Ирины не получалось объяснить. Немцов сел рядом с ней и стал смотреть на Бориса Николаевича. В этот момент лицо Немцова стало копией Ельцина. Он выпучил свои глаза, нагнулся вперед, смотрел ему в глаза и начал говорить очень медленно. Борис Николаевич, вот пакет, здесь три соглашения, нам нужно, мы это подпишем, вот папка. То есть на самом деле влияние Немцова на Ельцина было огромным. Немцов убедил Чубайса и они вдвоем написали Ельцину письмо. В письме они уговаривали его громко и публично объявить новый курс для новой России. Сравнимый разве что с новым курсом розы. Мы не можем допустить, писали президенту Немцов и Чубайс, чтобы российский капитализм, уже преодолевший свои первоначальные дикие формы, успел переродиться в олигархический антинародный. На смену бандитскому капитализму в России должен прийти демократический, поистине народный капитализм, выгодный большинству россиян. На месте немногочисленных новых русских должен вырасти многомиллионный средний класс. Под средним классом, под народным капитализмом для России как общество равных возможностей, общество без кричащих богатств и нищеты. Общество, которым главным фактором стабильности является широкий средний класс. Новый экономический и общественный порядок, который выгоден абсолютному большинству россиян. Общество, в котором интересы крупного, среднего и мелкого капитала сбалансированы таким образом, чтобы обеспечить неуклонный экономический рост. Однако новый курс так и не был объявлен. В октябре-ноябре 1997 коммунисты опять шли войной на Ельц. Олигархи и правительства вываливали друг с другом, а российская экономика столкнулась с бедствием, которое грозило разрушить все достижения за последний год. Так, потерпевшие кораблекрушения удается собрать плод из разбитых досок и разглядеть наконец черты суши на горизонте. И в этот момент их накрывает большой волной. В конце октября рухнул рынок ценных бумаг в Гонконге. И уже через несколько дней мир был охвачен финансовым кризисом. Джорг Сорос будет потом вспоминать. Я был свидетелем потрясающего исторического зрелища. Я видел людей, которые устроили потасовку в лодке, когда саму лодку неудержимо не слог водопаду. Уже в декабре Россия стала на пороге дефолта, долгим вливанием, удерживая курс рубля и отпуская ставки по ГКО. Экономика снова попала в порочный круг. Повышение ставок по краткосрочным займам требует финансовых ресурсов. А где взять, когда налоги не собираются? Тем более на фоне противостояния с парламентом, который отказывался утверждать бюджет. Телевидение дискредитировало Немцова. А затем, фиксируя падение его рейтинга, подводило итоги своей работы. В марте 1997 Немцов приехал в Москву как фаворит Ельцина, звезда и преемника. К концу 1998 он был фактически уничтожен как политик. В апреле его рейтинг доверия составлял 45%, а в ноябре уже только 26%. Борис Березовский вынес приговор Немцову в конце ноября. Борис Немцов не имеет хоть малейшего шанса стать президентом. Издалека он оказался значительно привлекательнее, а вблизи оказалось, что он не готов к решению тех задач, которые необходимо решать президенту огромной страны. В марте Чубайс уйдет из правительства, возглавит РАО ЕС. К сожалению, приватизация власти, вот в чем проблема России, объяснял Немцов. Немцову было нечего ответить, у него не было плана Б, когда Ельцин звал его в Москву, он обещал, что не снимет его в течение двух лет. Но что он будет делать дальше, растеряв популярность, без союзников, без команды, окруженных могущественными противниками? Он по-прежнему первый вице-премьер, но теперь один в поле. К этой же дате, год правительства, Немцов приучил широкий жест, старт своей личной кампании по борьбе с олигархическим капитализмом. Он сам открыто и громко призовет к тому же самому новому курсу, который, как они с Чубайсом надеялись, должен был объявить в октябре Ельцин. Программа не изменилась, опорой развития должен стать средний класс, а не олигарх. Власть должна избираться, а не принадлежать узкой группе предпринимателей, связанной с бюрократией. Но на Ельца Немцов уже не рассчитывал. Правительство подорвалось на аукционе по связи-инвесту, команда младореформаторов развалилась, реформы встали. Оставшись без союзников внутри власти, Немцов обращался теперь напрямую к обществу. Он и формулировал свою кампанию как политическую. Только широкое общественное движение, опирающееся на средний класс, может повлиять на выбор пути, по которому пойдет страна в 21 веке. В пользу демократии. А у него огромный потенциал. Немцов не планировал строить партию. Это был абстрактный и безуспешный призыв. Он говорил в воздух. Журналисты говорили, что Россия не древняя Греция, и тут олигархов нет. Другие интересовались, как Чубайс будет бороться с олигархическим режимом, который он сам и установил. В марте 98-го Ельцин вызвал премьер-министра Черномородина и объявил ему об отставке. Всполняющим обязанности премьера был назначен Сергей Кириенко. Это означало две простые вещи. А во-первых, Кремль начинает подготовку к президентским выборам. И во-вторых, немцов больше не приемли. 98-й год. В Кремле с нарастающей тревогой думали об одном. Как обеспечить победу преемнику Ельцину? И главное, кто это? Перед отставкой Черномородина Юмашев собрал крупнейших бизнесменов посоветоваться. Как они отнесутся к назначению Кириенко премьер-министра? Олигархи новую кандидатуру в целом одобрили, и ни один из них против отставки Черномородина не возразил. А как сказал Березовский, наверное, мы остановимся на Кириенко, потому что знаем его хуже, чем остальных. 35-летний банкир из Нижнего Новгорода Кириенко появился в правительстве благодаря Немцову. Кириенко уже как нижегородский предприниматель вошел в команду Немцова, возглавив учрежденную областью банк, куда были переведены все пенсионные счета, и который стал агентом пенсионного займа. Одного из немцовских проектов. Замтем Немцов назначил Кириенко директором расположенного на территории области гос. нефтеперерабатывающего завода Норси-Ойл. А в 97-м Немцову забрал Кириенко вместе с собой в Москву. В правительстве Кириенко стал сначала зам Немцова в Министерстве топлива и энергетики, а затем получил и портфель министра, когда в декабре 97-го у Немцова этот портфель отобрали. Молодой, если не сказать, юный чиновник, очкарик со взглядом отличника и реальный отличник в прошлом красный диплом. В кресле главы правительства садился функционер без серьезной политической репутации. Кириенко, безусловно, был членом команды младореформаторов. Скорее, однако, Ельцин видел в Кириенко не второго Немцова, а реинкарнацию Гайдара. Кириенко в большей степени, чем Чубайс и Немцов, был для Ельцина Егором Гайдаром его второго срока. Вундеркиндом, имеющий связи, способным ускорить ход перемен, действующий от лица нетерпеливого президента. Немцов, конечно же, обиделся. В новом правительстве Немцов даже не стал первым вице-премьером, а лишь одним из трех заместителей премьер-министра, хотя и с правом замещать Кириенко во время его отсутствия. Новый кабинет сразу стали называть правительством технократ. Программу для него писал Гайдар. Это было второе младореформаторское правительство, и оно сразу двинулось в том же направлении, только еще решительнее. Сокращение бюджетных расходов, борьба с коррупцией, приватизацией. Предложенный Кириенко набор действий, по сути, ничем не отличался от мер, которые год назад продвигали Чубайс и Немцов. Кириенко был молод, не связан обязательствами. Главный интерес был в том, чтобы добиться успеха. Оттого и Немцов не мог на него долго таить обиду, и они с ним быстро наладили отношения. Но ухудшалась экономическая ситуация. Цены на нефть в 97-м, колебавшуюся в районе 19 долларов, продолжали падать, и с февраля не поднимались выше 14 долларов. А начиная с апреля иностранные инвесторы уже массово сбрасывали ГКО и уходили из России. Началась рельсовая война. Экономические требования выплаты долгов по зарплате быстро сменились политическими. Перекрыв железные дороги, в частности полностью отрезав Дальний Восток, шахтеры требовали отставок правительства и президента. Российская экономика была настолько тяжело больна, что любое шевеление вызывало спазм. Одним из важнейших отягчающих факторов было недоверие новому кабинету со стороны инвесторов. В Черномырле на Западе хорошо знали как опытного, осторожного реформатора, а после него 30-летнего Киренкова воспринимали как слабого, неподготовленного примера, неспособного вытащить страну из кризиса. Российский истеблишмент верил, что если станет совсем плохо, Запад придет на помощь, потому что страна, Россия too big to fail, слишком большая и важная, чтобы бросить ее на произвол судьбы. И эта вера расслабляла чиновников. Бюджет страны постепенно впадал в зависимость от ГКО, с помощью которых правительство пыталось закрыть бюджетную дыру. ГКО было эффективным инструментом, позволяющим в конце 1996-го впервые привести на финансовый рынок большие иностранные деньги. И Россия стала жить в долг. В конце октября 1997-го с падением Гонконгской биржи начался азиатский финансовый кризис. Инвесторы стали уходить с развивающихся рынков, в том числе и из России, а банки избавляться от ГКО. Чтобы в этой ситуации помочь правительству и удержать котировки ГКО, Центральный банк скупал их сам за рубли. Но другая, основная задача Центрального банка заключалась в том, чтобы продавая доллары и увеличивая их предложения на рынке, удерживать курс рубля, очевидно завышенный в границах валютного коридора. И две эти задачи вошли в противоречие друг с другом. Образовался порочный круг. Одной рукой Центральный банк, скупая ГКО, выкидывал на рынок рубли, а другие за счет своих валютных резервов сразу же покупал их обратно. Финансовый шторм усугубился политическим. Через месяц после утверждения керетка в Думе, оппозиция в парламенте начала подготовку к эпичным. Одновременно падал фондовый рынок, что также ставило российские банки в крайне тяжелое положение. Валютные кредиты, которые они получали на Западе, были обеспечены пакетом российских акций и с падением котировок стало звенеть маржин колы. Банки затрещали, начались первые банкротства. Выход из валютного коридора захлопнулся. Управлять девальвацией ЦБ уже не мог. Любое сколько-нибудь значимое снижение курса рубля автоматически ввел к панике на валютном бирже. Люди бросались бы скупать доллары, курс летел бы, обрекая на коллапс всю банковскую систему. Киренко и его кабинет были бессильны. Как говорил потом Немцов, если бы премьер-министром России в марте 98-го назначили Иисуса Христа с его безграничными возможностями, то не в августе, а в сентябре или в октябре случилось бы то же самое. Уже в июне уровень доходности по ГКО достигал астрономических 50%. Это означало, что треть бюджета следующего года пришлось бы отдать на выплату процентов инвесторам. Непосильное бремя даже для крепкой экономики. Как это описывал Немцов, за штурмалом локомотива Борис Николаевич, рядом помощник машиниста Виктор Степанович, когда поезд подошел к пропасти, они соскочили, посадили туда Киренко. Рулийте, дорогой товарищ. Человек сел к помощнику машиниста, увидел пропасть. Что надо делать? Надо нажать на стоп-кран. Это антикризисная программа. Она предполагала следующее. Первое. Освободиться от груза и гнета неэффективных, убогих олигархических структур, которые не платят налоги, ничего не производят, ввозят валюту за границу и тем самым обескоравливают страну. Второе. Навести порядок с банками, которые работали в основном на себя, не обслуживая клиентов. Эта программа летом была внесена в Госдуму. А Госдума вместо этой программы приняла закон о пчеловодстве. Когда в конце июля Алексашенко на одном из совещаний спросил у Киренко, как правительство будет платить президенту зарплату, если все налоги идут на обслуживание долга, а в долг больше не дают, Киренко ответил, налоги собрать не можем. Предлагайте, что делать. Для Немцова дефолт стал полным сюрпризом. Его даже не включили в круг посвященных и 17 августа он узнал о нем из сообщений агентств. Что же вы не собрали правительство, но хоть ночью объяснили бы ситуацию, и правительство проголосовало бы за дефолт. Через два дня он укорял Дубинина. А так вы с Киренко все повесили на себя. Через пару дней Ельцин уволил Киренко. Держаться после дефолта правительство не могло. Гайдар считал, что катастрофой стала именно отставка Киренко, а не дефолт. Она обесценивала договоренности правительства с МВФ о помощи после кризиса. И игроки рынка это прекрасно поняли. И вот после этого мы действительно получили четырехкратное падение курса рубля, дополнительный отток капитала, резкое ускорение инфляции. Отставка Киренко поставила Ельцина в очень тяжелое положение. Теперь ему нужно было уговорить депутатов утвердить премьер-министром нового кандидата. Все понимали, что следующий премьер без пяти минут президент. И Ельцин решил снова выдвинуть Чернобыль. К Евгению Примакову Юмашев пришел сразу после того, как Дума не утвердила Черномырдина в первый раз. Но Примаков не стремился к премьер. Но с сентября 1998 года Примаков получил рекордное количество голосов и депутатов в поддержку своей кандидатуры. Коммунистическая дума с восторгом утвердила премьер-министром Дирижиста всем своим видом и образом мыслей, олицетворявшего грядущий за проваленными экспериментами реформатором номенклатурный реванш. Ельцин терял контроль над правительством. Рухнула перспектива либеральных реформ, за которые бились Гайдар, Чубайс, Немцов, затем и Киренко. Дефолт оказался политическим банкротством. Ельцин проиграл деморализованный, ослабевший, уставший, меньше чем за два года до президентских выборов. Он остался один на один с мощным парламентом, который только что провел премьер-близкую по взгляду фигуру. И уже почувствовал вкус крови. Решение Немцова уйти в отставку после дефолта было эмоциональным и быстрым. Немцов ушел никуда. Так была поставлена точка выхождения Немцова в власть. Его плана стать преемником. История России повернулась в другую сторону. Вступили новые времена. Про Путина. Спецоперацию по спасению Собчака Путин провел блестяще. Рискуя своей отставкой, сначала организовал для него укрытие в больнице, потом обвел вокруг пальца силовиков, эвакуировав из страны, и вроде бы все по закону не придерешься. Это и понималось тогда под отмороженностью. Умение играть на грани фол. И чем выше блиставки, тем больше ценились эти навыки. Крем привык жить в состоянии стресса, отражать атаки на нескольких фрактах сразу, и действовать по принципу с волками жить по волчьему. В лице Путина Ельцин получил главу ФСБ, с которым у него самого уже сложился личный контакт, который был в прекрасных отношениях с Юмашевой, и с Диченко. Оба ему доверяли. Для ближайшего окружения Ельцина он был членом команды. В период, когда встал вопрос о назначении руководителя ФСБ, Чубайс активно лоббировал Путина на эту должность. Путин наш человек, ориентировал Анатолий Борисович. Путин взлетел как метеор. Путь от средней руки чиновника до директора ФСБ он пролил быстрее, чем за два года.